Особое мнение на 101FM И у меня до сих пор есть ощущение, что все равно большинство к нему относится, большинство и бизнесменов, и уж тем более тех, кто с бизнесом никак не связан, как к некой непонятной, как минимум, а того еще пуще говорят, искусственной структуре, которая вот как-то существует, непонятно чем занимается, как много разных всяких объединений. Вот человек занимает какую-то должность, какие-то там такие представительские функции выполняет, а как работает, не совсем ясно. И еще мало того, говорят, а знают ли вообще там президенты, что у нас есть уполномоченные по правам предпринимателей, ну понятно, Титова там знает, может быть, а остальных-то, в общем, не очень. Но я тут понимаю, что не очень давно как раз президент с уполномоченными встречался. Увидел ли ты, видишь ли ты действительно какую-то заинтересованность и оценку Владимира Владимировича Путина вот этому институту? Как он ее демонстрирует? Ну, как раз хочу начать с того, что официально институту уполномоченных в России 5 лет. Федеральный закон об уполномоченном за номером 78 ФЗ вышел в мае 2013 года. Кстати, как раз в 2013 году только в октябре, 18 октября вышел наш региональный закон об уполномоченном за номером 335 Закон области. Соответственно, у нас в этом году юбилей и Федерального института, и юбилей нашего регионального института уполномоченных. Это было именно создание официальной структуры, тоже была института именно Путина. Изначально институт работал на общественных началах. Бытовали разные мнения, как должен был формироваться этот институт или в виде какого-то совета, который собирался каким-то коллегальным образом, какие-то спорные вопросы рассматривать. Либо же эта структура должна быть структурой в составе прокуратуры. Вы знаете, что Следственный комитет в свое время тоже вышел из состава, выделился из состава прокуратуры. То есть возможно, что это должны были какие-то прокурорские работники заниматься общим надзором правового поля, в котором работают предприниматели. Но в итоге он возник как самостоятельный институт. В какой-то мере мы являемся органом исполнительной власти. Но с примесью общественной деятельности. Очень интересная формация. До сих пор институт находится в процессе формирования, встраивания как раз в то поле, в котором мы работаем, взаимоотношения каких-то властных структур, общественных структур, бизнеса. Ну, об этом сейчас коснемся, потому что как раз только что, несколько дней назад, закончилась очередная ежегодная конференция, слет уполномоченных со всей страны под руководством нашего федерального полномоченного Бориса Ильича Титова. И в этом году это мероприятие проходило, это знаково, проходило в администрации президента Российской Федерации. Президент там был? С самого президента не было. Присутствовало много федеральных чиновников и представителей контрольно-надзорных структур, руководство Минэкономразвития. Но вот мы начали с того, насколько президент поддерживает. Вот сейчас президент внес пакет документов по смягчению в Уголовном кодексе так называемых предпринимательских статей. Вот это очень важно. Ты говоришь, что президент вносит какие-то документы по смягчению в Уголовном кодексе предпринимательских статей. Мы до эфира начали обсуждать. Я хочу тебя спросить, это с подачи института уполномоченных? Совершенно верно. Титов непосредственно часто официально, насколько я имею в виду, и неофициально общается с президентом, с представителями президента, как бы обеспечивая, ну понятно, что изначально все равно президент, как должностное лицо, получает информацию от чиновников. Любой чиновник, он фильтрует информацию так, как выгодно, скажем, данному ведомству, данному чиновнику. Как вы сейчас сами сказали, у нас наш институт, он является и институтом государственным, и институтом общественным. То есть, исходя из этого, омбудсмены дают информацию как бы уже от бизнеса. То есть, это не мнение чиновников, это мнение, ну фактически, правозащитников бизнеса. С этой, собственно, целью и создавался институт. Совершенно верно. То есть, обратная связь, упорядоченная обратная связь для президента, для принятия взвешенных решений. Не скажу, что в пользу бизнеса, а тех решений, которые обеспечивают наиболее комфортное взаимодействие бизнес-структур, властных структур. Что за предпринимательские статьи, о которых говорит президент? Их много в уголовном кодексе. Вот сейчас тоже этого, я думаю, что коснемся, потому что в ходе работы конференции обсуждали 210-ю статью, очень сложную, организованную преступность сейчас, по которой возникает серьезное давление на бизнес. Ну, а здесь пакет мягких поправок по 159-й статье, 165-й статье, 47-я статья. Ну, в основном это касается трактовок, что признавать мошенничеством, что сегодня 159-я статья, мошенничество, статья, по которой... Распространенное применение, да, в практике. И сейчас предлагается ряд тезисов смягчить, чтобы не было, скажем, таких однозначных трактовок, что любой бизнес создается с целью противоправной деятельности. Также, что немаловажно, обсуждается, вынесено на обсуждение освобождение от уголовного преследования руководителей, которые впервые допустили невыплату заработной платы. Но все могут оказаться в этой ситуации. Это не означает, что руководители там, вор там, преступников нужно сажать. Потому что, ну, бывают экономические реалии всякого, а тут такие вот нюансы. Возможно, по смягчению попадут какие-то мягкие случаи так называемых растрат или там причинение ущерба имуществу путем разных причин. Об этом ведь давно идет речь. О том, чтобы экономические, как-то называют в народе, статьи, не отправляли человека непременно сразу... Совершенно верно. За экономические преступления должна быть экономическая ответственность. Вот мы как раз начали с того, что должен быть какой-то упорядоченный орган, который дает власти понятную картину. Вот на сегодня в какой-то мере уполномочен тот фильтр, куда должна стекаться вся информация от правозащитников, от общественных объединений, занимающихся защитой бизнеса. То есть вот через это окно, через эту дверь можно достучаться непосредственно до президента не только с проблематикой, а с предлагаемыми решениями. И помимо того, что мы сейчас обсуждаем, ну вот давайте сейчас перейдем сразу к следующему блоку. Нет, подождите, да, блок, подождите. У нас не так много времени, а блоков много. Я знаю, но в этой программе я времени руковожу. Меня интересуют предпринимательские статьи и стратегии президента на их смягчение. Потому что проблема действительно очень серьезная. Мы даже в Кировской области на самом высоком уровне за экономические преступления видим, и на низовом тоже, и в муниципалитетах тоже, видим, как люди попадают сразу в тюрьму на срок 2, 3, даже 8 лет и прочее. Это действительно очень важно. Что значит стратегия на смягчение? Будут ли переданы эти материалы и разработаны и приняты эти поправки к Уголовному кодексу, о чем говорили на конференции, и в какие сроки? Ну, как минимум, данное предложение передано в Госдуму. Сейчас дело за данной ветви власти. Как законодатели уже сформулируют это в виде каких-то конкретных законов? Будут ли это действенности законы, либо это будут опять законы с какими-то лазейками, званым дном? По крайней мере, институт уполномоченного сделал свою работу. Он сформулировал эти требования, донес их до нужного адресата. Сейчас они ушли дальше в Госдуму. И мы надеемся, что раз они уже поступают, как сказать, не снизу, а сверху, что они будут приняты. Но в какие сроки? У нас есть законодательский процесс, в который мы не так сильно можем вмешиваться. Хотя и на этом уровне, работая с депутатским корпусом, работая с фракциями, работая с комитетами, можно эти процессы ускорять и делать их максимально прозрачными. Это тоже элемент работы уполномоченного. Вот теперь личное мнение особое. Какое у вас сложилось впечатление? Действительно будет принято смягчение в Главном кодексе по экономическим статьям? Или все-таки это такой процесс очень неспешный? Я скажу немножко обтекаемо, учитывая все-таки сегодняшний рейтинг доверия президента и его влияние, я надеюсь, что процесс будет доведен до конца. Надеюсь, что он будет доведен до конца в текущем году. Это особое мнение уполномоченного по защите прав предпринимателей Кировской области Владислава Попова. И вот здесь, безусловно, нужно говорить о налогах. Всегда, когда мы говорим о бизнесе, мы говорим о налогах. Профилактика нарушения налогового законодательства – это то, наверное, о чем вы говорили неоднократно в нашем эфире. То есть повышение уровня образованности, имеется в виду бизнесменов, или работа с налоговой инспекцией, чтобы она сильно не давила на бизнес. Что это значит? Давайте все-таки начнем сначала со второго аспекта. Это очень сложно, потому что тут… Работа с налоговой? Ну, тут можно говорить бесконечно, и, несмотря на то, что вы у нас хозяйка эфира, сегодня нам времени точно не хватит, и, может, даже суток, и на все аспекты взаимоотношения с ФНС. Опять хотел бы начать с успехов, с совокупных успехов всего института обученства, как федерального, так и регионального, потому что давление шло на всех уровнях. Ну, вы, наверное, слышали про тоже такое очень известное письмо, подчеркиваю, это письмо налоговой инспекции, то есть у нас колоссальная права имеет налоговая инспекция, которая распространяет по своей сети письма. Есть федеральное письмо от 10 июля 2018 года с очень долгой аббревиатурой ED415-132247 с названием «О профилактике нарушения налогового законодательства». Это письмо устанавливало просто колоссальные права налоговой инспекции по очень вольной трактовке в отношении бизнеса. И, соответственно, как только это письмо вышло, ну, были просто многочисленные жалобы по всем регионам на то, что, согласно этого письма, территориальным органам ФНС поручалось усилить контроль за представлением налоговых деклараций, подписанных неуполномоченными либо неустановленными лицами. При этом формальная декларация была соответствовать всем требованиям налогового кодекса статьи 80. Гайки стали закручивать. Мало того, в этом же письме приводился открытый перечень признаков, свидетельствующих, по мнению ФНС, о возможной непричастности к ведению хозяйственной деятельности данных субъектов. Ну, захотелось бы, посмотрелось бы, посмотрелось бы, посмотрелось бы, прямо налоговая инспекция. Этот хороший, этот плохой. Соответственно, вся цепочка, скажем, ФНС могла быть разрушена. Вообще, ФНС было рекомендовано провести серию действий, включающих допросы, осмотры помещений и истребования разнообразных документов. То есть налоговый сказали ФАС. Сейчас прервемся на полминуты и продолжим. Особое мнение с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области Владиславом Поповым. Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона работает Светлана Занько, свое особое мнение высказывает кировский бизнес-омбудсмен Владислав Попов. И вот это письмо, которое только что вы процитировали. Я даже не закончила цитировать, там еще столько пунктов. Да, но вот тут действительно времени не хватит, чтобы процитировать все. Я уже поняла по первым абзацам, что налоговый сказали ФАС. Причем довольно конкретно сказали и дали большие полномочия в работе. То есть можно любого предпринимателя, судя по этому письму, притянуть по налогам. Вот буквально каждого первого. Нет? Неправильно я понимаю? Тут ключевая фраза «можно». Тут сейчас надо добавить, все-таки прошедшее время «можно было». Потому что после вот этого колоссального давления и после официального обрешения 15 октября текущего года уполномоченного президента в налоговые органы, все-таки действие данного письма было отменено. То есть письмо отменено. Мало того, по этому письму еще хочу дополнить, что налоговый вообще имел совершенно абсурдное право, извиняюсь за такое слово, вести процедуру отзыва или аннулирования налоговой декларации. Значит, соответственно, сейчас мы вернулись как бы на исходные позиции. Вот это вот, ну, что тут очень важно отметить? Я не считаю правильным, когда сам проверяющий, ну, может вольно трактовать действия в отношении проверяемых. Тут я бы хотел, может, в двух словах коснуться немецкого опыта, потому что я все время жил в Германии, там, стажировался и смотрел, как работают вообще системы ведения бизнеса в этой стране. В Германии очень развита роль общественных институтов. Соответственно, ты не имеешь права заниматься бизнесом, если ты не вяжешься членом какой-то гильдии какого-то союза, там, той же торгово-промышленной палаты Германии. Соответственно, эта структура правомощна и легитимна давать оценку законности действий своих членов. Соответственно, в нашем случае, ну, не налоговый орган должен трактовать дееспособность и правомощность того или иного хозсубъекта, а, наверное, в нашем случае торгово-промышленная палата должна отвечать за своих членов. Но согласно законодательству российскому это не так. Мы опять возвращаемся к тому, что у нас на сегодня в полной мере не развиты эти общественные институты, не развита их роль и ответственность. То есть вот они образовались в свое время по образу и подобию, кстати, западного. Практически в каждом регионе и торгово-промышленная палата, и различные объединения профессиональные, например, строительные, всем известные СРО, но они не имели никаких прав во взаимоотношениях, например, с налогами. И если мы движемся все-таки, как называется, в сторону демократии, развития демократических институтов, это те институты, которые должны развиваться и нести ответственность за своих членов. Тогда многое встает на свои места. То есть должна быть третья сторона, нейтральная сторона, которая отвечает за своих членов, как за налогоплательщиков. Но это очень глобальная должна пройти перестройка, потому что вот эти институты действуют уже на протяжении не одного десятилетия, они привыкли так работать. Уточняю, что согласно федерального закона и закону области, помимо непосредственно защиты прав и интересов предпринимателей и инвесторов, омбудсмены занимаются развитием общественных институтов защиты предпринимательства. То бишь институт омбудсменов прямо заинтересован в развитии данных сильных общественных институтов той же ТПП и тех же деловых объединений. Значит ли это, что на федеральном уровне, в том числе и институт омбудсменов, будет выдвигать некие предложения, которые наделят правами, кроме обязательств, обязанностей, еще и правами объединения, бизнес-объединения, например, как ТПП, подняв их на новый уровень? Ну, фактически, я вот сейчас езжу, я недавно был как раз на съезде деловой России, на федеральном съезде, как приглашенный. Так вот, по моей информации, минимум шесть региональных обучсменов являются руководителями региональных отделений тоже деловой России. Многие из региональных обучсменов возглавляют региональное отделение опоры России. Сам Титов является сопредседателем деловой России на федеральном уровне. А также многие из руководителей, многие из региональных обучсменов входят в правление торгово-промышленных палат региональных. То есть, институты очень сильно интегрированы. Вы же сами сказали, что мы как бы и чиновники, и как бы и общественники. Собственно говоря, основами деятельности региональных обучсменов это не запрещается работа в каких-то общественных объединениях, некоммерческих структурах. Соответственно, вот на сегодня я тоже стараюсь своей работе много внимания уделять работе наших общественных институтов. То есть, я постоянно контактирую с руководителем наших деловых объединений. Это и торгово-промышленная палата, и опор России, и деловая Россия. Но, к сожалению, в меньшей степени работаю с региональным отделением РСПП, с Медведковым. Но это все-таки больше объединение крупных работодателей. И какими-то отрасновыми союзами. Надо еще привести примеры, которые нарисовали бы картину нашим слушателям, чем занимаются бизнес-омбудсмены. Вот возвращаемся к конференции, которая была буквально на днях в Москве. Кроме организованной преступности, там еще обсуждался вопрос по самозанятым. Давайте сначала про организованную преступность. Я не очень понимаю, объясните мне, пожалуйста, Владислав, почему в наше время снова поднимается вопрос об организованной преступности. Кажется, что мы оставили это все в 90-х. Немножко не так. Очень часто все упирается в трактовки и формулировки. И вот так как данная конференция, это не формальное мероприятие, оно в его повестке дня формулируется, исходя из злободневных вопросов, которые как раз направляются региональными уполномоченными. Исходя вот из этой... В чем там проблема-то все-таки? Почему такой возник? 217-го уголовного кодекса. Это у нас, собственно говоря, статья, связанная с уголовным последованием по понятию организованной преступности. Так, а сейчас силовые структуры стали трактовать этот термин немножко шире. Там есть такое понятие не просто организованная преступность, а есть понятие упорядоченная преступная группировка. Соответственно, если находятся какие-то нарушения в какой-то организации, то можно считать упорядоченной преступностью структуру, стоящую из директора и главного бухгалтера, и, скажем, финансового директора. То есть их уже можно подвести под понятие организованной группы, именно упорядоченной группы. То есть орг структуры организации как-то стало очень вольно трактоваться в ряде регионов как преступное сообщество. И, исходя из данной нормы, пошло дополнительное давление на бизнес. Соответственно, сейчас нужно опять, видимо, на уровне нормотворчества приходить к правильным формировкам, убирать формировку упорядоченной преступности, чтобы не было такой вольной трактовки, что любая организация может собой являть преступную группу. Ну, эти примеры мы разбирали на съезде уполномоченных. Я сейчас не хочу касаться, вплоть до совершенно абсурдных формировок, но как бы это ни было, в нашем районе, к сожалению, я такой статистикой не обладаю, вот до приезда на конференцию невозможно все блоки ослеживать, поэтому я вот не имел статистику, сколько у нас случаев на сегодня дел по данной 20-й стадии. Но, по крайней мере, по другим регионам отметили, особенно по крупным промышленным регионам, что по статистике количество возбуждаемых дел по 20-й стадии, оно выросло. Именно благодаря вот этой вот, так скажем, такой вот лазейки в трактовке. Совершенно верно, да. Под понятие организовано пошло понятие упорядоченное. Соответственно, вот кто сейчас борется? Борется наш институт, чтобы как минимум вернуться на изначальные позиции, а возможно пойти дальше, все-таки давление по этой статье, все-таки, ну, отделять все-таки нужно понятие криминала от каких-то, может быть, махинаций, от той же там 159-й статьи, либо от просто от вольных трактовок силовых структур. А что вы обсуждали, когда поднимали вопрос о самозанятых? Самозанятые, это сейчас очень новая тема, все-таки давайте самозанятых смотреть. И все сразу напряглись, все учителя, которые репетируют. Совершенно верно. Например. Ну, здесь я бы хотел смотреть два аспекта по отношению к данному вопросу. Ну, у нас как-то все бегут впереди паровоза, вот уже, как я знаю, уже реализуется пилотный проект в ряде регионов. Ну, два аспекта. Во-первых, хотел бы осмотреть аспект, связанный с изначальной позицией. Что такое самозанятые? Вот мы, например, являемся уполномоченными по защите прав кого? Предпринимателей. И, собственно, бизнесов, и инвесторов. А самозанятые – это кто? Ну, он же зарабатывает деньги, может быть, он тоже предпринимает. У нас доходы, вот вы предприниматель, вы, наверное, просто наемный работник, но вы же получаете доход, у вас есть налогообложение от дохода, но вы же не живете с целью, собственно говоря, вы просто работаете, то есть в данном случае то же самое. Самозанятые – это кто по статусу? Они у нас индивидуальные предприниматели? Они у нас… Юлица? Нет. То есть здесь возникает подмена понятий, то есть человек просто работает, он не работает с целью постоянного извлечения дохода, просто у него возникает дополнительный доход, который государство хочет налогом обложить. По своей сути, это налогообложение физиков, граждан не с целью коммерческой деятельности, ну, как таковых именно доходов от коммерческой деятельности. Поэтому формально, формально получается, что они к нашей юрисдикции, защиты прав предпринимателей не относятся. То есть а кто будет защищать самозанятых? Очень, очень. Это вот первый аспект, который стал, у нас была очень жаркая полемика, потому что вопросов очень много, но вопросов стал просто принципиально. То есть, например, понятно, что все-таки мы как, кстати, вот если уже говорить про институт уполномоченных, то стал и другой аспект. А вот те же ФГУПы, МУПы, предприятия, которые созданы какими-то властными структурами, муниципалитетами, это субъекты бизнеса. Формально, да, к ним идут точно такие же требования контрольно-надзорных структур, налоговых органов, получается, что это тоже субъекты бизнеса, которых тоже мы должны защищать. А вот в данном случае, получается, должны ли мы защищать этих граждан. Ну, если говорить о том, что мы в целом защищаем любые аспекты, связанные с какой-то предпринимательской деятельностью, а это очень с натяжкой можно тратовать как предпринимательскую деятельность, тогда да. Это первый аспект. Но не решено еще пока. И второй аспект. Тот же Титов в рамках Столыпинского клуба, института экономики роста имени Столыпина, предлагал очень хороший компромиссный вариант, который почему-то, к сожалению, сегодня не рассматривается. И сегодня мы имеем дело с очень странным, непонятным мне пока, с точки зрения учета и контроля системы, контроля вообще-то системы самого исчезления налога на профессиональные доходы. База 4%. Как эту базу считать? Со смартфонов. То есть, человек будет смартфон носить бабушкой, торгующей семечками на рынке, будет подлазить кулек семечек, потом достает смартфон и начинает вводить доход. Причем это происходит, не знаю, где-нибудь там, в недрах Кировской области, где-нибудь там, где там... В Советске. Ну, в Советске у нас еще там более-менее там все хорошо, это у нас близко к центру, а вот где-нибудь там подальше, в Двузе, да, вот я так это... И там у нас есть интернет-связь, ну, вот какой-то нонсенс абсолютный. По-моему, у нас работодатели дальше МКАД не выезжают, и не понимают, что у нас страна-то большая, и самозанятая, это действительно данный контингент. Вот, Титов предлагал вариант очень простой, и это было тоже официальное предложение в виде патента, причем с какой-то совершенно посильной... Патент на семечки. Патент на семечки, там, 10-20, там, годовая сумма. Платишь патент, живешь спокойно, сколько ты продал семечек, это... Ну, подчеркиваю, это же вид деятельности, не с целью излечения коммерческой прибыли. Вы можете себе представить, Владислав, вот эти люди, которые не выезжают за МКАД, они даже представить себе не могут, какие огромные суммы бабушка на семечках зарабатывает в ЛУЗе. Сколько для нее патента эти люди установят? Вот, ну, сумма патента... На стоимости. Вы же знаете, что прогнозировался объем доходов 300 миллиардов рублей, а так... От самозанятых. Да, это какой-то нонсенс. Но судя даже в другом, по-моему, еще не понимают наши законодатели, другой аспект, ну, русские, человек всегда ищет лазейки. Сколько же у нас ИПшников потенциально может перейти под категорию самозанятых, и, наоборот, сколько мы доходов не дополучим, хотя бы тех, которые мы сегодня имеем, в виде упрочной формы налогообложения. Человек уйдет просто на 4%, и все. Вот где-то грань. Соответственно, сейчас, когда мы это делаем, не понимаем. Прервемся. На полторы минуты у нас реклама, и продолжим особое мнение с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области Владиславом Поповым. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов. Ну, вот чтобы завершить тему с самозанятыми, я тут в перерыве просто подумала, что в Китае принимают закон, который освобождает людей от налога, чтобы они массово занимались малым бизнесом. малым и микробизнесом, а у нас бабушек семечками собираются облагать, и учителей, например. Вот мне кажется, что эта тема даже не про деньги не продумана, потому что вы сказали, что ИПшники могут массово туда сливаться, на самозанятость, но еще и очень не продумана с точки зрения социальной политики. Вполне верятно, что подобная политика может привести как раз к социальной напряженности. Ну, у нас же сказал Силуанов, что налоги проще собирать с бедных, потому что богатые все равно придумывают, как избавиться от данной обязанности. Это точно. У нас 13 минут до завершения эфира и несколько еще блоков. Спрашивайте. Я-то хотела, конечно, сразу к семинару перейти, который в четверг пройдет. Семинар по НДС. Я просто смотрю, что за последнее время в Кирове действительно очень много проходит семинаров. Вот сегодня Лев Шварцблат рассказывал о семинаре для бизнесменов. У вас очередной семинар, снова будет конференция, снова и снова, и снова. У меня есть ощущение, что их становится все больше. Насколько они действительно востребованы и насколько они эффективны? Ну, мое мнение, что любая тема, которую мы рассматриваем, она востребована с разных точек зрения. Первое – это как минимум диалог. Это диалог тех, кто задает вопросы, тех, кто принимает решения. А тем этих, вы знаете, где ни копней, все равно будет тема, которая требует у нас остановления. Мы живем в переходный период. Поэтому тот форум, который будет проводиться у нас в ближайшие дни по вектору, а все-таки, наверное, правильно, по векторам развития бизнеса, он правильный. Причем я там буду модерировать одну из площадок. Это именно кадровое обеспечение бизнеса как основа развития бизнеса. Посмотрим. Ну и да, вот тот семинар, который мы планируем, я тоже эту тематику озвучил. У нас есть уполномоченные, сказали, слушайте, как интересно, мы даже не подумаем, что такой аспект может стать. Благодаря тому, что у нас развиваются системы общественных представителей, общественных омбудсменов, и сейчас стало больше информации стекаться вот в эту точку кабинета уполномоченного. Вы планируете больше 50, насколько я помню, бизнеса в Кировской области? Начал я, по-моему, с 7. Сейчас у нас уже официально 24 представителя. Не знаю, раскрули коммерческую тайну. Сейчас мы ведем переговоры с Яном Чеботаревым. Мне очень понравился вот его подход. У него много успешных дел, колоссальная практика. И думаю, что вот у нас юристов пробона будет больше. То есть уже будет их 25. На сегодня у меня 24 общественных представителя. Это юридические компании пробона, это представители в районах, это так называемые функциональные обучмены по тем или иным тематикам бизнеса. И вот от них мы получаем информацию, и как раз от них поступил запрос, что а как правильно исчислять и уплачивать НДС в данный переходный период? То есть мы везде знаем, что продекларирован переход на НДС. И, соответственно, мы по нашей системе собрали обратную связь. Какие вопросы потенциально могут интересовать предприниматели или их бухгалтеров? Поэтому, да, у нас в один день будет форум по векторам развития бизнеса. И в этот же день мы будем собирать либо этих же предпринимателей, либо их работников для рассмотрения вот этих вот спорных вопросов. Мы подготовили вопросы. Мы официально обратились в наш ФНС Смехову. Так отреагировала налоговая на ваши предложения. И вот тут, кстати, встал очень интересный аспект. Ведь, кстати, на сегодня налогоинспекция тоже постепенно, так скажем, разворачивается лицом к потребителям. Например, вы знаете о том, что они развивают 54 сервиса. И, кстати, об этом тоже говорили на конференцию полномоченных в Москве, что сейчас налогово развивают именно сервисы, которые упрощают взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами по исчислению налогов, по определению налогооблагаемой базы. И вот я думаю, что в ходе этой конференции об этом тоже будем говорить, будем это освещать. Вот видите, вы об этом не знали. Благодаря подобным мероприятиям мы это узнаем. Вот когда мы обратились к руководству нашего ФНС с просьбой провести такой семинар, он говорит, да, мы их проводим по требованию, если к нам обращаются. А, по заявкам предпринимателей, например. И кроме нас, с подобной тематикой, разъяснение вот этих вот нюансов уплаты, исчисления расчетов НДС в переходный период, чтобы потом не было проблем у налогоплательщиков с тем, что они неправильно посчитали, неправильно уплатили НДС. Кроме вот нашего обуцменского запроса обращались только аграрии. То есть получается, что вот как-то у нас... Такое ощущение, что у всех остальных бизнесменов проблем нет. Совершенно верно. Хотя мы видим, что здесь есть и дела, и банкротство, и посадки. Ну, здесь не так все сложно. Я надеюсь, что все равно эти вопросы будут регулироваться. Мы как раз взяли аспекты, связанные с чем? Что вот есть переходный период, есть переходные договоры. Как будет исчисляться НДС, если НДС указан уже в договоре 18%, как он будет дальше правильно исчисляться? А мы напоминаем, что на 2% РСНДС со следующего года. Потом, если такие, скажем, нюансы, например, товар поставлен, товар может быть возвращен, как в этом, уже в 2019 году, как в этом случае будут расчеты за товар, который, там, задним словом возвращается назад. Есть понятие госдоговоров, где прописаны условия. И очень часто в договорах не прописывается ставка НДС, а просто прописывается в том числе НДС или с НДС, без указания ставки. Вот набор этих пороговых ситуаций мы списком составили, отдали в налоговую инспекцию. И налоговая инспекция сказала, хорошо, вот на эти вопросы мы подготовим презентацию и вот в таком онлайн-режиме скажем предпринимателям. Но как в рекламе на ЖЭИ в телемагазине, я скажу, и это еще не все. Мы решили пойти дальше, так как мы сейчас развиваемся в сети районных обучсменов. Мы постараемся данное мероприятие, которое будем проводить здесь у нас в третьем корпусе правительства в четверг в 16 часов, то есть все желающие могут прийти. Зал примерно мешает 150 человек. Я думаю, что мы, ну, 90 человек у нас на 100. Мы постараемся ввести онлайн-трансляцию в интернет для наших районных представителей. Для этого сейчас мы ведем семи переговоров, чтобы они технически были готовы, чтобы у них как минимум стоял монитор с аудиосистемой, чтобы они хотя бы, ну, пусть не путем обратной связи, но хотя бы могли слушать то, что происходит у нас здесь. Потому что как раз в такой формат мы говорили с нашими районными представителями. Бизнесмены очень часто жалуются, что у нас законодательство и налоги и все прочее так меняются стремительно в Российской Федерации, что не успевают за этим уследить. Есть такое? Да, к сожалению. Может, они врут? Может, они просто ленивые люди и не хотят отслеживать информацию? Здесь много факторов. Вот мы как раз начали с того, что сейчас у нас идет колоссальный информационный поток, и как раз один из каналов обработки этой информации в ту и иную сторону – это как раз амбудсмен. Для этого мы как раз создаем районных представителей, для этого мы как раз активизируем работу с деловыми объединениями, чтобы как зонтик мы им спускаем, они по своим членам дальше, дальше, дальше доведены до каждого отдельного человека. Да, на сегодня, к сожалению, у нас происходит что-то странное, что сейчас у нас возникает наростный инициатив, вот так вот резко смена правил игры, но, подчеркиваю, тут должны все работать. Во-первых, мне непонятно, почему так пассивно у нас работают федеральные или региональные законодатели, которые очень часто, извиняюсь, после драки… Депутаты. Да, депутаты машут кулаками. Второй инструмент, который слабо работает, который нам дан в руки, извиняюсь, это оценка регулирующего воздействия. То есть, если нормативные правовые акты федерального, регионального, местного уровня затрагивают интересы бизнеса, в обязательном порядке эти документы проходят так называемую оценку регулирующего воздействия. Если по итогам вот этой аналитики она имеет значение отрицательное, такой закон не может быть принят. А кто ее должен производить, эту оценку? Есть уполномоченные структуры на федеральном уровне, это МЭРТ, есть региональные, на региональном уровне наше Министерство экономического развития. Вот, возвращаясь к закону по самозанятым, эта оценка вообще производилась? Такое ощущение, что если да, то странным способом. Давайте опять начнем с того, что считать, здесь нет влияния на бизнес, это просто дополнительное налоговобложение граждан. Ну вот, получил человек доходы от казино или от выигрыша в лотерею, это же не предпринимательская деятельность, но есть доход, который нужно обложить. Тут то же самое. Ну, продал человек через интернет тортик, значит, получил доход, давайте-ка мы его тоже обложим. Это просто политика государства, ну, как вот в известном мультике про Чиполлина. Давайте ведем налог на воздух, а потом налог на дождь и так далее. И мы помним, да, к чему народ пришел в итоге благодаря этой политике, там у Чиполлина. Ну, не я-то сказал. Конечно, и даже не я, великий автор. Посмотрите, у нас остается две минуты буквально. Я бы хотела конкретный вопрос вам задать. Он всплыл вчера в программе «Особое мнение». Здесь был Федор Сураев, депутат областного законодательного собрания, и он поднял вопрос, о котором говорят сейчас аграрии. Это отмена льгот по уплате налога на транспорт, на легковой и грузовой транспорт сельскохозяйственных предприятий. Не отмена, а снижение на 50%. Они считают, что это очень серьезные будут потери. И у меня вопрос. Аграрии-то об этом говорят, но бизнес-омбудсмена там нет. Это тоже не в сфере вашей деятельности? Как вообще эта система работает? Они должны заявиться к вам, и можете ли вы здесь как-то им помочь? Или они сами способны решить? Ну вот, как раз данный законопроект как раз не имеет отношения к процедурам ОРВ, потому что под процедуру ОРВ не подпадает процедура, связанная с формированием или изменением налогов и налоговых ставок. Но в любом случае мы могли бы здесь помочь путем, опять-таки, срапоряется какого-то федерального уровня, если вы к нам обратились. Вообще по умолчанию областмены работают в режиме стендбай. Вот к нему обратились, он начинает работать. К нему не обратились. Да, потому что мы работаем по обращениям. Кстати, у нас поток обращений, если брать по статистике, очень сильно вырос. Но к нам не было подобного обращения. И опять-таки, обращаясь к депутатам, которые у нас являются, и Федору Сураев, вы-то где были раньше? Потому что закон этот уже обсуждался, и по нему решения принимались в течение двух лет. И после драки-то кулаками махать не надо. То есть если данный закон у нас на сегодня, как говорит Владимир Быков, позволяет получить послабление при уплате долгов области федеральный бюджет, и он просто необходим принять, почему вы сейчас начинаете. Поэтому сейчас я даже не хочу эту ситуацию комментировать. Ко мне не обращались. Законом нужно было заниматься до этого, а не сейчас уже. Да, и это полномочный по защите прав предпринимателей Кировской области Владислав Попов. Мы будем встречаться еще в наших эфирах, не только в режиме особого мнения, но и в разворотах на бизнес, где вы активное участие принимаете. Спасибо вам, хорошего дня. Вам спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM